Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги «Езекииля» Я читаю свой перевод с небольшими комментариями В 12-й у нас с вами шел разговор про пророчество Про то, что «Езекииль» передает народу своему Слава Господа И этот народ, кажется, не очень в это верит Он говорит, это все не сбывается Вообще-то не про нас, это про какое-то далекое будущее И Господь ему говорит Нет-нет, сбудется обязательно И более того, больше не будет зазора между пророчеством и тем, что исполняется Вот 13-я глава, мы сейчас ее прочитаем для библейского портала «Экзегет» Она посвящена как раз тому, как с пророками обстоят дела в Израиле Но что такое пророк? Да, это мы сегодня говорим Они в Библии писали свои книги Они, во-первых, их не писали Они произносили пророчество, кто-то за ними записывал Во-вторых, было гораздо больше пророков, чем те, которые вошли в Библию А пророк — это, в общем-то, должность в древности То есть пророки, как сегодня аналитики или какие-нибудь консультанты Те, кто предсказывают, что надо делать, объясняют, как это лучше сделать И при каждом уважающем себя царском дворе были пророки И не только при царских дворах Просто не все из них по-настоящему пророчествовали Не все из них передавали слово Божие Далеко не все Вот 13 глава как раз об этом «Было мне слово Господне Сын человеческий, пророчествуй против пророков Что от себя самих пророчествует в Израиле Вели им выслушать слово Господне Но если пророчество — это профессия и должность Значит, всегда будет находиться тот, кто зарабатывает этим способом деньги И не более того Или положение общественное Да, ведь это почетно быть пророком Так говорит Ладыка Господь «Горе дурным пророкам, что выступают сами по себе, ничего не видя Пророки твои, Израиль, что шакалы среди развалин Не обороняют они проломов Стеной не окружают Израиль, чтобы устоять ему в день Господень А вот что делает настоящий пророк Обороняет проломы, стеной окружает Израиль Ну, обороняет пролом, понятно, город осажден Войско осаждающее сделало пролом в стене Готово хлынуть туда внутрь города И пророк — это человек, который встает с оружием у пролома И отбивает атаку В каком смысле? Ну, вряд ли в прямом буквальном Это задача не пророка, а какого-то воина И к тому же один воин у пролома ничего не сделает Там нужен целый отряд Но пророк — это человек, который видит, что Вот в этой стене окружающей его народ Пробита брешь И он кидается к этой брешью с оружием И обороняет ее И не пускает внутрь своего народа, своего города Своей общины Ту гадость, которая снаружи Вот что такое все эти пророчества против язычества Против насилия, против остальных вещей Которые Господь прорицает Да вот стоит пророк в проломе и говорит Вот сейчас сюда ворвется орда Сейчас все растопчет, сейчас все уничтожит А я не даю ей это сделать Ложный пророк Он устроился внутри, ему комфортно Не обороняет пролома в стену и не окружает Израиль Чтобы устоять ему в день Господень То есть день, когда Господь посетит свой народ Видят пустое и вещают ложное Объявляют пророчество Господне, когда Господь их не посылал И ждут, что сбудется их слово Разве видения ваши не пустые? Разве вещания ваши не ложные? Когда объявляете вы пророчество Господне, а я ничего не сказал Очень много людей говорят от имени Бога Ведь это очень удобно, правда? Если я говорю от себя, кто я такой? Мне надо доказать это, привести аргументы Так говорит Господь И все, и никаких аргументов не требуется Многие люди этим пользуются Но Господь их не посылал Потому так говорит плодыка Господь Раз видите вы ложное, вещаете впустую Сам я вами займусь Вот пророчество Господа Ах, так говорит Господь? Вот он вам и скажет Сам вами займется, лично Рука моя занесена над этими пророками Что видят пустое и вещают ложно Не бывать им во главе моего народа Не вписаться им в исчисление дома Израилева В землю Израилеву им не войти Но вот здесь вещи очень важные для Израиля Вписаться в исчисление Нас вот иногда удивляет В Библии столько родословий Книги Паралипоменон Первая книга вообще начинается с семи глаз сплошных имен Ну это скучно читать, это невозможно А для них интересно Потому что это история их рода Вот как мы сейчас уже, может быть, не очень часто Но, по крайней мере, иногда рассказываем Вот у меня там был дед, прадед, прапрадед У меня там мама, бабушка, прабабушка Такие-таки интересные люди Важно знать, с кем я в родстве Кто в моем роду был Как это все происходило И действительно очень увлекательно Когда хотя бы начинаешь немного этим заниматься И вот исчисление Дома Израиля То, что тогда так было Их вычеркивают из этого То есть их не будут вспоминать Не будут говорить А вы знаете, у меня прапрадед-то был Великий пророк Вот нет Будут стесняться, что он вообще там был И постараются забыть В землю Израиля вы им не войти Естественно, Израиль живет на своей территории И он привязан к этой земле Не просто в силу того, что любой народ Любит свою родину А еще и потому, что это земля обетованная Которая ему дана Которая служит вот его уделом от Бога Вот именно в этой земле он обитает И они будут вычеркнуты из этой земли тоже Хотя они на ней сейчас живут Но им не войти в нее Не в том смысле, что они где-то там сейчас в Египте За морем Но в том смысле, что вот земля Израиля Это понятие в том числе и духовное И вот как раз Иезекииль про то Что физическое присутствие на территории земли Израиля И духовное пребывание на ней Не равны друг другу Что слава Господне В самой первой главе книги является Вавилонском далеком языческом краю А вот в этих главах как раз говорится о том Что Иерусалимский храм осквернен и будет разрушен Что вот храм на самом деле в Вавилоне Он там, где веруют в Бога А не там, где стоят камни Из которых он сложен Будете знать, что я владыка Господь Это они сбивают с толку мой народ Говоря мир, когда мира нет О, как любят пророки Да не только пророчествовать о мире, когда мира нет Приятно же говорить хорошие вещи Народ мой строит стену А они ее обмазывают побелкой Так скажи этим берельщикам, что стена пойдет Пойдет проливной дождь Обрушится градина и ветер ее повалит И когда пойдет стена Не спросят ли вас, где же ваша побелка Которую вы ее обмазывали Хороший такой образ Народ строит стену Мы не знаем Вообще это может быть очень хороший образ Как раз стена у нас только что была Образом защиты Народ, который защищает себя От какого-то внешнего дурного воздействия А строить ведь можно стену какую-то картонную Ну, картона тогда не было Но строить вот что-то очень непрочное Обмазывать побелкой Это значит скрывать дефекты Под побелкой не видно что Евроремонт сделали А там все коммуникации прогнили И вообще дом скоро рухнет Да, но снаружи все супер смотрится Вот пророк это ложный Пророк это человек Который делает такой евроремонт В аварийном доме Дом, который скоро рухнет Надо срочно что-то делать Надо заниматься этим домом Вместо этого он очень красивый интерьер создает Да, вот говорит, как все прекрасно Скоро все рухнет И побелка Вот этот евроремонт Он самый опасный Потому что без него хотя бы видно В каком состоянии постройка А он все скрывает Поэтому он И мы знаем такие примеры К сожалению, когда там горят торговые центры Рушатся какие-то сооружения Да, очень красиво все сделано Но внутри все прогнило Вот тот, кто сделал этот евроремонт Виноват больше всех Потому что он скрыл Скрыл опасность Ложный пророк Потому так, говорит ладыка Господь Во гневе нашли я бурный ветер В ярости обрушу проливные ливни Падет град в губительном гневе моем Незрину стену, которую вы штукатурили Рухнет она на землю Обнажаться ее основания И вы сгниете под ее развальным И будете тогда знать, что я Господь Гнев мой сполна прольется на эту стену И на тех, кто ее обмазывал побелкой И тогда скажут вам Нет больше ни стены, ни белильщиков Израильских пророков Которые пророчествовали об Иерусалиме И которым мерещился мир Когда не было мира Вот пророчество владыки Господа Ну, собственно, все понятно Господь рушит ложное Господь так или иначе Действительно, проливные ливни, град, ветер Все это способны разрушить ветхие постройки Но Господь это делает не из какой-то злобы Желая уничтожить людей или что-то еще Но потому что ему не нужно ложное Потому что оно не выдерживает Как в сказке про трех поросят Домик из соломы будет очень быстро снесен Или как в Евангелии Насчет строительства дома на песке А теперь, сын человеческий Обратись к дочерям твоего народа Что пророчествует от самих себя И пророчествует против них Были и женщины пророчицы Передаем, что говорит владыка Господь Но женский подход Он всегда немножко иной Да, вот вообще Библия, книга очень мужская Смотрите, все пророки Израиля Это мужчины Хотя, хотя в самом начале истории Израиля Девора, пророчица Которая призывает израильтян к борьбе За свою свободу Да, ну, у нее там очень маленькая такая песня А вот длинные книги Это всегда мужчины Но, конечно, и женщины были тоже И женская вот рука Она всегда немножко другая Передаем, что говорит владыка Господь Горе тем женщинам, что плетут всякие ленточки На запястья и ткут головные покрывала Всех размеров, чтобы так улавливать Людские души Ну, дальше мы поймем, что дело не про какие-то наряды здесь А, в общем-то, речь о пророчествах И каких-то, вероятно, символических ритуальных действиях Улавливать людские души покрывалами Что же вы будете ловить души моего народа А собственные души от гибели сбережете? Может быть, набрасываете покрывало Там какой-то обряд совершали Мы точно не знаем, да? Но явно вот Женские обряды Они связаны с одеждой, с украшениями Вполне логично Вы порочите меня перед моим народом За пару горстей ячменя За пару кусков хлеба Вы умерщвляете тех, кто не должен умирать И продлеваете жизнь тем, кому не следует жить Может быть, сулите смерть или сулите жизнь Возможно, к этим пророчицам обращались В поисках ответа Сколько мне жить осталось? Вопрос, который всегда человека волнует А вот надо ли его знать? Ответ, да? Если долго, значит, а, все ерунда Наслаждаемся жизнью А если скоро, то в депрессию впадешь И продлевайте жизнь тем, кому не следует жить Вы лжете моему народу, охочему, да лжи Конечно, люди интересуются И хотят слышать, особенно хотят слышать приятное Потому так говорит ладыко Господь Сам я займусь вашими ленточками Которыми вы ловите людские души, словно птиц Сорву их с ваших рук И отпущу души, которые вы ловите, словно птиц И покрывало ваше разорву Мой народ освобожу И не будет он впредь вашей добычи И будет знать, что я Господь Вот образ, да? Охоты на птиц, когда их ловят Всякими приспособлениями на приманку Вот и пророчество такая же приманка Оплетайте вы своей ложью чистое сердце Которое я не хочу печалить Но придаете силу рукам злодея Чтобы не бросил он своего злого пути И не спас своей жизни Обратим внимание, что бросив злой путь Он может спасти жизнь За это не видать вам больше пустых видений И не изрекать вещих слов Избавлю я свой народ от ваших рук И будете знать, что я Господь Вот, соответственно, и те видения Которые они придумывают Которые они используют себе Для прибыли или для славы Они у них отнимутся Вот это все он говорит, говорит, говорит А где же реакция? 14 глава немножко нам об этой реакции расскажет Субтитры создавал DimaTorzok